Мне нужно расставить на этой полке собрание сочинений в 10-ти таллах Но я там не врежем, то есть я буду ставить, скажешь, книжку не на своё место, а она какой-то получится Ну, например, вот так Один Второй том сюда Третий том Сюда вот четвёртый том Сюда вот третий том Сюда вот конец седьмой том А десятый том вот седьмой Пример, который я сейчас рисую, он у меня, естественно, специально подобранный, я знаю зачем, но Ну, давайте я вот именно его нарисую Значит, девятый том на шестое место, там шестой том на пятое место Пятый том на восьмое место Восьмой том на пятое место Я все тома расставил Здесь нам важно, чтобы было именно так Есть 10 томов в 10 мест, и каждый надо куда-то расставить Свободных мест оставаться не должно И на одно место два томов в 10-ку тоже нельзя Вот, вот что-то такое Что-то такое Называется перестановка Называется перестановка 10 томов Или 10 чисел Притворяться, что мы здесь работаем с чем-то кроме чисел Я считаю, что мы работаем с числами 1, 2, 3 и так далее Вот Я понимаю, что Я не первый То есть такое объяснял, значит, чтобы проверить, что Значит, действительно этот язык уже был Сколько таких возможностей? Сколько способов расставить 10 томов по 10 местам? n фактериал n здесь чем у нас? n в количестве чисел То есть 10 10 фактериал, это 3 миллиона с небольшим 3 миллиона 300 тысяч Вот, так что это довольно много Вот, хорошо, но мы будем На самом деле для перестановок Использовать немножко другие обозначения А именно вместо вот такой вот таблицы Каждый тон говорит, на какое место он стоит Мы будем использовать такую циклическую задачу Сейчас я покажу на примере, что это такое Все нам станет понятно, что это такое Да и я думаю, опять же, это здесь не первый раз звучит Вот, мы будем говорить так Начинаем с первого тома Начинаем с первого тома Он стоит не на своем месте, а на чьем На месте второго тома Когда пишем 2 Сам второй том тоже стоит не на своем месте Он стоит на месте четвертого тома Значит, пишем здесь 4 Теперь смотрим, где стоит четвертый том Четвертый том Четвертый том стоит на 3 Третьем месте, значит, писать на следующую цифру 3 Дальше я должен смотреть на что? 7 Чего? Не, число, которое стоит над тройкой Ну, где стоит третий том? То есть, что стоит над тройкой Я должен следующее число написать? 7 7, совершенно верно Поднимите руки, кто еще понимает, чего я пишу Более или менее Значит еще раз Следующий я буду смотреть, где здесь стоит семерка Где здесь стоит 7-ой том Он стоит на... Десятом месте, значит я пишу 10 Дальше девять, потому что десятка стоит на девятом месте Отлично. Дальше шесть Шесть, потому что здесь нас бывает девятка. Смотрите, куда нас есть шесть Еще интересный вопрос, когда мы закончим Дальше смотрим, где шестерка. Пять Заметим, что мы все время пишем новые числа. Здесь еще не было ничего из этого Пять Дальше пять стоит на восьмом месте, значит пишем восемь И смотрим, где стоит восемь Закрыть сколку Восемь стоит на первом месте, но дело в том, что единица вот здесь уже есть Циклическая запись так устроена, что повторять ничего не надо И в этом случае нам действительно надо просто закрыть сколку То есть он вообще закончит процесс, потому что мы уже на самом деле все сделали Ну и для каждого числа указали на каком месте оно стоит А именно, чтобы узнать на каком месте Здесь стоит, скажем, третий дом нужно сделать что? Смотреть, кто находится справа Смотреть, кто находится справа, совершенно верно А чтобы узнать, на каком месте там 6-й, тоже смотреть, кто находится справа А чтобы узнать, кто стоит на 3-м месте, что нужно было сделать? Смотрите, кто слева Смотрите, кто слева, совершенно верно Смотрите, что слева стоит 4-ка А на 3-м месте стоит 4-ка Так что, на самом деле, что так писается, что эдак, это все одинаково Записи разные, а информация в них одно и то же количество Но вот про эту вот циклическую запись здесь есть некоторые тонкости, которые еще здесь не видны давайте я еще проведу еще один пример и даже намного меньше не из 10-ти, но из 5-ти 1, 2, 3, 4, 5 1 вместо 2, 3, 4, 5 собрать через 5-ти тома которое устроено так значит здесь стоит 4 здесь стоит 3, 5, 3, 1 здесь 2, по-моему, я не ошибся вот давайте такую установку томов сразу запишем в виде циклической записи ну, поехали 1-й том стоит на 4-м месте что я дальше должен делать? закрыть скобку ну, какое действие я должен сделать? причем результат будет действительно, что скобку надо закрывать 4-й том стоит на 1-м месте и вот она, да? то есть, все больше мы ничего делать не можем и скобку надо закрыть но процесс, в отличие от этого случая, не закончился потому что мы здесь еще не все тома перечислили а только 2, 1-й и 4-й они поменялись местами 1-й стоит на 4-м месте, 4-й на 1-м вот здесь и есть такой, как это называется, цикл из двух элементов но здесь есть еще тома ну, первый, которым у нас нет, это второй том он стоит на 5-м месте тогда надо по правилам смотреть на 5-й том он стоит на 3-й месте дальше по правилам надо смотреть на 3-й том он стоит на месте 2-й 2-й у нас уже есть, поэтому эту скобку тоже надо закрыть ну и теперь уже все, потому что все 5 томов мы как-то расстали то есть, когда мы делаем вот такую циклическую запись у нас может оказаться, что этих скобок больше 1 здесь у нас все в одной таблице, да, все одна побеждая полка и просто написано, что в ней идет а когда мы делаем циклическую запись, то здесь вот нам повезло получился 1 длинный цикл из 10 элементов а здесь получилось 2 цикла один из 2-х элементов с позиции, действительно, это слово звучало и 2-й из 3-х элементов но, опять же, информация на этой записи ровно столько же, сколько в этой потому что по-прежнему мы можем для каждого числа узнать, где она стоит например, где стоит, если вот так вот я это закрою, да где стоит том номер 5 на 3-м месте а кто стоит на месте номер 2? Тройка Тройка, надо взять как предыдущий элемент да, предыдущий вот здесь есть, значит, это последний элемент этой скобки да, тройка проверяется и тут тройка вот, так что на самом деле здесь и здесь записи в этой и в этой записи, они знают, знаковое количество информации и нам будет в некотором списке удобнее вот эта вторая циклическая это несколько скобок и каждый элемент перебудет в предыдущее предыдущее, это все равно хорошо, тогда вопрос такой А насколько однозначна вот эта циклическая запись? Ну вот здесь, пока у нас ее не было, вопросов как-то даже не возникало. Сколько у меня способов написать 10 чисел в 10 местах или 5 чисел на 5 местах? Столько перестановок, потому что каждый том надо куда-то поставить. И все, да? А насколько вот здесь однозначно? Может ли оказаться, что мы ту же самую перестановку представим в виде вот такого объединения циклов другим способом? Нет. Ну, и да, и нет на самом деле. По сути, конечно, нет. Поскольку эта штука позволяет выяснить, куда каждый элемент переходит, то эта штука, в общем, поскольку отсюда мы эту запись получали однозначно, и наоборот, вроде бы здесь не должно быть никаких неоднозначностей. На самом деле, если вы вспомните, как мы точно писали нижнюю запись, то все-таки некоторый выбор есть. Какой у нас был еще один, еще одна вещь, кроме перестановки, которую мы... С какой-то цикл начали. Да. В принципе, здесь есть такая свобода. Мы всегда начинали с единицы, да? Но, например, вот здесь у нас цикл закончится раньше времени, и после этого у нас уже была свобода выбросов, из чего начать, да? И можно, конечно, это как-то фиксировать, сказать, что начинать всегда с наименьшего числа, которое мы еще не использовали, но это не всегда удобно. А проще, на самом деле, считать, что можно начинать с любого числа, но тогда получатся немножко разные записи. Кто может объяснить, какая неоднозначность здесь возможности? Что могло получиться, скажем, кроме вот этого? Если мы представляем, то уж самое перестаново. Каждый цикл можно сдвинуть по циклу. Да. Значит, здесь одна возможность довольно очевидная. Замечается в том, что если, скажем, даже один цикл, то его можно было начать с любой точки, да? Можно было начать, скажем, с семерки. И тогда что у нас получится, если мы здесь начнем с семерки? Семь, десять, девять, шесть. Следующее число все равно получится то же самое, потому что этот алгоритм, да, он велит просто посмотреть, кто стоит над семеркой, да, и совершенно не знает ничего про что мы только начали, или мы в середине работали. Этот алгоритм он каждый раз делает одно и то же. Поэтому на самом деле после семи получится та же самая десять, после десяти получится та же самая девять, потом шесть, пять, восемь. Здесь ничего не меняется. А вот теперь, если мы из восьми на самом деле получали единицу, да, здесь это означало, что мы все уже закончили, а здесь просто надо эту единицу написать и продолжать дальше по циклу. в один, два, в четыре, три, а вот на тройке уже придется скобку закрыть, потому что на тройке получается семерка, которая у нас уже есть. То есть на самом деле мы вот эту запись циклическую сдвинули по циклу, да, сдвинули по циклу, и ясно, что и здесь можно такое же делать. Это, например, то же самое, что четыре один, это тоже по циклу, помните, да, цикл длины два, поменять местами два элемента, это сдвиг по циклу, это единица. Вот, и здесь тоже можно сдвинуть, причем в любую сторону и сколько угодно раз, можно написать пять, три, два, или три, два, три, это все то же самое, да, а вот написать, а вот написать пять, два, три нельзя, это не тот же самый цикл, а другой. Ну, например, потому что здесь пять, за ним идёт три, а здесь за пять идёт два, это другой цикл, на самом деле он как бы крутится в обратную сторону, но это не случайно, потому что цикл очень короткий. Может либо сюда, либо сюда, либо вообще не помню. Вот, ну хорошо, хорошо. Значит, одна свобода здесь заключается в том, что мы можем любой цикл сдвигать по циклу, извините за неудобное выражение, за что мы что-то другом не скажем. Вот, весь цикл можно сколько угодно раз повернуть по циклу, да, причем сделать это для каждого цикла в отдельности. И еще есть одна формальная свобода какая? У меня есть сами циклы. Да, на самом деле еще и порядок этих циклов никак не фиксирован. Если я напишу сначала пять, три, два, а потом один, четыре, то это тоже самое. Эти циклы, как раз, независимо, они друг от друга никак не значатся. Что делать в начале, а что потом, это всё равно. Поменять представление цифр, внутри цикла вообще говоря нельзя, можно только по циклам проверять, да, а сами циклы переставлять можно как угодно. Вот, пользуясь этим, я сейчас нарисую. Вместо вот этой циклы могу использовать картину.